Всех удивим, да-да-да Видишь, как принцессы нормальные мы вызвы были Так, ребята, всем привет! Меня зовут Андрей И вы на канале Андрей Кузнецов на воде Сегодня, на самом деле, для меня такой немножко волнительный момент Мы с этим человеком должны были встретиться еще в Сочи Был период в моей жизни, когда, на самом деле, он довольно-таки сильно повлиял на то, что я начал снимать для вас влоги Так что, ребята, давайте будем вместе благодарны ему Все вместе поддержим его Подпишемся также на его канал, поддержим его в Инстаграм Пожалуйста, передайте ему от меня привет Потому что я в свое время, когда планировал свое путешествие в Майами А вы его видели, просто взахлеб смотрел Причем некоторые ролики пересматривал по несколько раз Итак, ребята, встречайтесь! Сегодня в Санкт-Петербурге Барабанная дробь! Пишите в комментариях, если вы его узнали Я даже не буду называть его имя Сто процентов вы все смотрели его ролики Это мега круто! Особенно те, которые связаны с водой Доброе утро, друзья! Снова с вами Макс Трауэр Ну, Макс, на самом деле, приехал в хорошие праздничные дни Мы все в предвкушении большого праздника в городе Санкт-Петербурге Дня ВМФ Есть одна небольшая проблема У нас кардинально и очень сильно испортилась погода Сзади нас пришвартована 50-я принцесса Давайте все-таки до нее дойдем Странно, я сейчас, у меня такое странное чувство Что вроде ты больше в Ютубе И у меня такое ощущение Все равно ты для меня такой этот самый То есть я сейчас пытаюсь понять тех людей С которыми я встречаюсь И которые с нашим продакшеном встречаются И говорят, о, ребята, круто, спасибо Ютуб, огонь! Нет, контент-то достойный, поэтому и есть Я думаю, что вот походы как раз С Питера до Сочи и обратно Было очень зачетно Не, ну мы вот, да, наверное, за счет этого контента Мы постарались Я, честно, я, получается, попал на вас вообще случайно Просто тупо мне дало предложение Ютуба Что типа вы попали в тренды Я такой, о, нифига себе Так можно было, да, типа, да И получается, ну, может, не тренд, но в рекомендациях Потому что Ютуб предложил, типа, посмотри Я такой, оп, нормально, что-то интересное Ну, ты сам обратил внимание, что водная тема И особенно походы по Америке у тебя был реально такой, да, подрыв? Ну, вот есть сейчас несколько планов касательно повторить Только это сделать уже здесь Вот я у тебя, в принципе, и консультировался Да, был такой момент, что я как раз звонил Андрею Узнавал, как сюда прийти, если вдруг что-то пойдет не так То есть взять все же где-нибудь Швеции лодку И пригнать И фишка в том, что вот, типа, опять продолжить бомб-штрип на яхте Дешевый Прешевый, да, якорица и прочим Да, 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 но это такой интересный концерт Слушай, это было очень круто И на самом деле, когда я вез катер в Америку, в Майами именно Хотя я был во Флориде, да, но я был как бы не в Майами, а далеко находил за 400 километров И когда я ехал, я все равно понимал, так, где я буду хранить Потому что я понимал, парковок в Швартовке, яхт-клубов вообще нету Либо ценник просто за облачной конске И я, конечно, рассматривал вот эту марину, думал, буду бросать там на ягарь, на какой-нибудь И доплывать, и на самом деле, знаешь, было приятное чувство, когда я приехал в Америку И увидел то, что ты рассказывал Потому что я прошелся по твоим следам и увидел вот эти ботики, резиновые лодки Вот эти все сарфы, на которых люди с лодок возвращаются туда-сюда, привязывают их как-то Да, 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 и это вполне легко можно делать И оказалось, что в яхте яхтинг, на самом деле, в США достаточно дешевый Для того, чтобы жить в центре города, ты покупаешь лодку, в принципе, можешь припарковаться И она стоит довольно дешевая аренда, чем те же апартаменты И это забавно И для меня, да, и второй вопрос, что очень странно, что их не так уж и много То есть, в принципе, для менталитета Америки это, как бы, такой немножко унизительный дно Да, 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 отбросы общества Это отбросы все-таки, да Ну, у нас есть вот эти маленькие катера без капитана Видел, да, видео такие, которые можно, кстати, интересная такая тоже история Довольно-таки интересный контент Кстати, он у нас один есть, я могу, кстати, сейчас такой просто ветер Просто идешь там, да, по гуглу, вот я, например, как бы, вот просто в гугл-карту Все сзади, дергеринг Все, если будет, не хватает Я думаю, тебе хватит здесь на пару часов Что, у тебя есть просто драйв-леснус в Америке Ты можешь брать лодку и до определенной длины Ты можешь даже эксплуатировать вот такую яхту То есть, не нужны То есть, если ты до определенного года, ну, это я говорю про Майами Имеешь драйв-леснус, обычные водистyangские права Можешь управлять вот такой лодкой То есть, например, если у меня такие, как-нибудь Да, да То есть, типа, как вот у них школьник получил права и может сразу Да, и может уже ездить, да Но, именно до какого-то года После какого-то года, там, вот я, например, уF3 года рождения То есть, мне не нужны права Но, при этом, если 90-го года, то есть, вот, уже, как бы, новая там, скажем но там настолько все просто то есть ты проходишь онлайн курс обучения потом сдаешь просто теорию как бы экзамены в виде небольшого вождения все то есть не то что ты учишься там какой но считается что якобы вторая страна это швеция такая тоже страна именно я в америка это наверно номер один страна потому что все моторные лодки и всех самых таких крещенок ну и там очень доступно андрей у тебя жилет сел сейчас откроем акса пускай покататься так можно двигать даже семью можно находиться на воде а давай ну как а что был один ролик связанный с яхтингом где ты рассказывал плюсы и минусы как бы до получается и все-таки плюсы ладно романтику и прочее за себя стоимость но минус основной был один такой жирный да это ну явно рассказал что это медлительность то есть самая медленная часть я помню когда я купил только лодку этот был период момент когда я передавал деньги и знаешь это грудная груз ответственности такой леп 1 и чувак искал типа это самый дорогой и самый медленный способ передвижения и это реально оказалось то есть если и самый медленный да то есть получилось так что ты на павербот можешь спокойно отдать газку и такой типа фиг с ним там на этих 200 300 литров и доехать у меня были такие ситуации когда и мотор то есть и мотор селлинг и и нифига ты все равно не можешь ничего не придать и в итоге вот для меня оказался огромнейший минус то что очень медленно то есть 6 узлов средняя скорость это очень медленно что что мы когда путешествуем даже на принцессе со скоростью мы тоже стараемся ходить например длины походы маленьким скоростью для того чтобы расход топлива был минимальный как бы да и для того чтобы можно было ходить на расстояние но при этом ты с собой везешь целую дачу у нас получается где-то 9 узлов по моему там 15 километров в час это нормально более-менее скорость такая и даже вот этот переход когда ты переходил из майами на багаму ты помог до хотел он был такой муторный да уже такой до 49 мили казалось а заняться я знаю что в майами на гидроциклах его пересекают есть люди которые ездили туда заправлялись и обратно были насчет нет ни не самый ближний остров поэтому очень легко и просто ну на самом деле ребята открою небольшой секрет я настолько грубо говоря вы же видите сами да что нормальный вменяемый человек не будет отправлять лодку в сочи грубо говоря да потом там условно говоря гнать ее обратно и даже открою вам большой секрет так как я не принимал участие в переходе ни в одном не во втором я все равно когда же я сам-то доеду до сочи и на самом деле самые интересные места которые мне хотелось бы увидеть это вот особенно здесь начало ленинградской области здесь очень красиво да там ладога онега такие как бы да вот они для меня северные моря довольно таки близки мне по духу как бы да и конечно же те регионы как самара например первую лодку которую я приобрел я он был их смену он стал их смену он продал катер и добавил эти деньги чтобы улучшить свою лодку которая у него уже была в греции и вот он мне тоже донес эту мысль фанатизма и многими здесь и общался я понял что так как у меня есть тяга к путешествию я чувствую что я не покупаю эту лодку потому что не дай бог поднять паруса когда тебе ничего не надо кроме доширака воды и хлеба это может быть просто отрыв башки потому что я столько слышал много вот этих вот приключений когда люди просто поднимали в санкт-петербурге паруса и все это круто да то есть если например может быть и многих и тянет от вопроса что ты можешь передвигаться от континента до континента и практически с минимальными затратами когда например та же самая моторная лодка это прямо достаточно много но я сейчас бы уже рассмотрел вариант такой лодки типа как все же более мощным мотором типа мотор стоял то есть если у меня в мотор сел то есть есть лодки у которых парусная основанное основание основное движение но мотор у нее идет до того чтобы причалить шутоваться да он довольно слабенький а есть моторы где уже по 50 60 к был даже там до 70 и ты уже можешь идти на них да то есть больше но при этом у тебя есть парус готова значит там есть кнопочка внутренняя видишь да нажимаю и все вот теперь газ больше все кнопочка отпускай теперь двигающего вперед еще еще чуть-чуть не бойся все она поехала можешь еще чтобы остановиться просто назад и все все теперь рули отпускай эту ручку газа на сенады крути рулем как машине куда хочешь ехать туда и крутишь пундра не знаю что это было но мы заглохли что случилось как будто у нас закончился бензин закончится за бензин друзья в любом случае я считаю что макс приехал к нам в гости и при любых погодных обстоятельствах мы обязаны его прокатить на катере а тем более эксклюзивной короче не про никто не знает ты первый лошадиных сил давай сколько два мотора рейсинговых по 425 сил уж тогда да 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 ну смотрится прямо вот спорткар такой смотрится на гашель вообще мега класс вышел погонял я уже там видео но опять то про что ты сказал живешь в таком-то месте на воде грубо говоря да в данном случае это было ладошка озеро у тебя 5 точек 6 который ты привык ходить то у меня задача переместиться из точки а в точку b сделать там дела и как были бы вернуться обратно да это обращает 850 лошадиных сил космический корабль такой так классно так сел прямо вот ух ты хочешь откинул да можешь стоя класс класс она ух ты были на ну давай пащу это я видел когда эти эмгешные лодки на выставках там где не знаю подписчишься лошадиных сил для меня оказался просто фантастика меркурия вау это супер реально крутая тема здесь вот это оборота оборота здесь соответственно понятное дело скорость умножаем на 10 это в милях то есть это фарватер но у тебя все равно малая остатка да то есть там все не страшно да 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 Амбелла бич, я выхожу на сцену, свежий дизель в моих венах, мы подкинем твоё тело, скажи спасибо, что целым. Джей-джей Гуирилла, лучше держись за перила. Давай, напереганды шли. Ох ты, нихера себе. Ух ты! Что-то, что-то, что-то так, а! Наваливает нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это нормально. Можно принять душик солененькой водичкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так наваливает, вообще офигенно Волны такие, хорошо можно, конечно, попрыгать Насколько не страшно корпусу? Нет, здесь это все, же лодка полностью заточена под гоночные характеристики И в том числе, как бы, она заточена под волны И ты же заметил, когда даже мы шли против волны, она прилипала, как бы, да? Она нас не выкидывала никогда Если бы мы шли на обычном катере, он постоянно бы выбрасывался Класс Нет, конечно, раскачивается, расшатывается со временем, с годами, все что угодно Конечно, здесь не идет речь о том, что ты должен двигаться с такой скоростью и в такой шторм, как бы, да Но в качестве, как бы, скажем так, отдушины какой-то, понятное дело, то это интересно выйти там, да И вот так вот немножечко, как говорится, взбодриться Гидроциклисты же тоже, на самом деле, которых мы видели Они же для этого и выходят, когда волна, класс, попрыгает Ну, по обычной воде, настоящей, как бы, это шторм, не особо В общем, было просто мега круто Не, сто, сто, за липуха какая-то, подожди, подожди, нет, давай без постановок Ты говорил, что ты напитили на воде не был? Да, это был первый раз Сейчас ты полноценно так, ну, довольно-таки, как бы, помимо того, что увидел Мы с тобой находимся в центральном яхтлубе города Санкт-Петербурга Провели очень много времени Здесь вокруг одна вода Ты попал в самую неблагоприятную погоду в Санкт-Петербурге Шторм Ну, вторая часть была более интересная, более положительная Особенно, когда вы катались на маленьком катере Сегодня ты коснулся воды в городе Санкт-Петербурге, Балтийского моря В каком самом быстром катере у тебя получалось кататься? А вот, кстати, это и был самый быстрый катер То есть это самый быстрый катер Первый раз на Балтике, на самом быстром катере, на котором я ездил Так что было очень мега круто Особенно попрыгать, это вообще нравится Особенно, знаешь, когда там на свою, что-то яхте мог Там, ну, покачал, там, на шести узлах, на пяти еще сопротивление, то хрен ты сможешь А тут можно прямо валить на все деньги, это, конечно, очень круто, да Большое спасибо, что приехал Был очень рад познакомиться Да, мы наконец-то лично увиделись, как бы, все равно смотрю в глаза кумира какого-то человека Который пересмотрел ролики, супер, вообще мега круто Ребят, обязательно давайте еще раз напомню вам Поддержим Максима, поддержим последние его ролики обязательно Мне было реально интересно, мне было интересно показывать кому-то город И получать какие-то дополнительные эмоции для вас и для наших друзей Это мега круто Все, увидимся на воде, всем пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова